Дорогие братья и сестры, продолжаем наши обсуждения относительно вопросов идеологии. На прошлых занятиях мы затронули вопросы разновидностей, атрибутов Бога. И на прошлом занятии мы говорили о том, что атрибуты Бога в первую очередь делятся на утверждаемые и отрицаемые, а утверждаемые делятся на самостные, или же, если хотите, на атрибуты совершенства и на атрибуты действия. Или, если хотите, на атрибуты красоты, как их еще называют. То есть утверждаемые атрибуты – это атрибуты действия и атрибуты самости. Мы говорили о разницах между атрибутами самости и атрибутами действия. И также затронули вопрос о том, что атрибуты самости также делятся на две группы. Это истинные самостные атрибуты и атрибуты самости, в которых в какой-то мере имеется относительность. Мы в первую очередь подчеркнули тот вопрос, что различие между самостными и атрибутами действия заключается в том, что атрибуты действия не являются совершенством, не являются качествами совершенства. Поэтому, если бы Бог этими атрибутами не обладал бы, Он ни в коем мире, нисколько и ни в чем не потерял бы. Никаких недостатков вследствие этого у Него не было бы. И то, что Он обладает этими атрибутами, не добавляет Ему никаких совершенных качеств. Никакого совершенства, никакого достоинства Ему это не прибавляет. Это как если бы мы представили себе человека, у которого родился брат или сестра. В таком случае, представьте себе человека, у которого родился брат или сестра после рождения. Чем он отличается от самого себя до рождения? Обрел ли он что-либо? Обрел ли какое-то качество, какое-то совершенство, которое сделало его чем-то другим? Сделало его чем-то лучше? Порой бывает так, что у человека рождается брат или сестра, он даже не замечает этого, он даже не узнает об этом. Например, человек стал братом, но его родители еще не успели ему сообщить об этом. В таких случаях он даже не замечает никакой разницы, он не чувствует себя как-то иначе, он не замечает каких-либо изменений. Но при этом он обрел новый атрибут, новое имя, новое качество. Качество в значении имени, в качестве значения атрибута. Чем этот атрибут является? Теперь он стал братом, до этого он братом не являлся, а теперь он брат. По-настоящему ли он брат? На самом ли деле он является братом? И он сам ли является братом? Конечно же, непременно он сам является братом, и братом он является по-настоящему. И этот атрибут не является чем-то выдуманным, он является реальным. И точно так же дело обстоит и с атрибутами действия Бога. Эти атрибуты ни в коем мере не являются какими-то качествами и атрибутами совершенства и достоинства. Они ни в коем мере не влияют на самость Бога, не изменяют ни в коем мере самость Бога. Но при этом, точно так же, как и в примере с братом, именно сам Бог является обладателем этих атрибутов. Например, именно он сам является создателем. Именно он сам является дарующим. Все это атрибуты действия. И это реальность. Так же, как и в примере с братом, бытность Бога создателем, бытность Бога дарующим является реальностью, не является чем-то выдуманным, не является воображением чьим-либо. Это реальность. Так же, как и в примере с братом, никакого достоинства это Богу не добавляет. Если бы Бог не был создателем, то есть, если бы Бог не создавал, если бы Бог не был дарующим, то есть, он не даровал бы, то от этого Бог не перестал быть совершенным. От этого Бог ничего не потерял бы, не обрел бы какие-либо недостатки ни в коем мере. Это одна из важнейших особенностей, отличающих самостные атрибуты от атрибутов действия. Из этого мы прекрасно можем вывести, что атрибуты действия, из понимания того, что из себя представляют атрибуты действия, и мы говорили об этом на прошлых занятиях, о том, что атрибуты действия требуют наличия бытия и существования чего-либо помимо Бога. Например, когда мы говорим Бог-создатель, мы подразумеваем наличие творения. Без существования, без наличия, без бытия творения мы не имеем права называть Бога-создателем. Называть Бога-создателем в таком случае неверно, это не соответствует действительности в таком случае. Таким образом, атрибуты действия, они могут быть приписаны Богу только при наличии, присуществовании чего-либо еще помимо Бога. В отличие от атрибутов самости. Из этого мы прекрасно понимаем, что атрибуты действия, они не являются вечными, как атрибуты самости. Или же, как минимум, могут не быть вечными логически. Логика это позволяет, логика это допускает. То есть, не обязательно, чтобы Бог всегда созидал, всегда что-либо создавал. Он может быть и не создателем, он может и не создавать. То есть, в отличие от атрибутов самости, таких атрибутов, как знание, могущество, жизнь, которые являются качествами совершенства, атрибутами совершенства, атрибуты действия могут быть ограничены. Не обязательно, чтобы эти атрибуты были присущи Богу из вечности и до послевечности. Чтобы эти атрибуты были извечными, были извечно присущи Богу. В этом нет никакой необходимости. Именно поэтому Бог может быть дарующим, а может быть и не дарующим. И это все зависит от того, есть ли в этом польза, есть ли в этом смысл, есть ли в этом мудрость в том, чтобы даровать, в том, чтобы создавать. Если есть мудрость, то Бог это совершает. Если есть смысл в этом, то Бог это делает. А если нет никакого смысла, никакой пользы, никакой мудрости, то, соответственно, созидательство, дарование и все остальные атрибуты теряют смысл. Бог не совершает этих действий, и, как следствие, эти атрибуты не могут быть приписаны Ему. Также мы говорили о том, что атрибуты самости делятся на истинные, самостные и относительные. И это атрибуты, истинные, самостные атрибуты, это те атрибуты, в которых мыслится что-то еще помимо Бога. С примерами будет яснее. Например, мы говорим «Бог живой». Жизнь, приписывая этот атрибут Богу, мы мыслим только Бога, и этого достаточно. Но приписывая такие атрибуты, как знание, приписывая такой атрибут, как могущество, мы мыслим помимо Бога то, над чем Он могущ, и то, что Ему ведомо, что Он знает. Итак, приписывая Ему знание, мы также мыслим помимо Бога, помимо самости Бога то, что Он знает, то, о чем Он знает. По крайней мере, это должно подразумеваться, и поэтому какая-то относительность в этих атрибутах имеется. Это важнейшие виды атрибутов Бога, но при этом необходимо помнить, что у Бога имеются атрибуты, которые неведомы никому, кроме Бога. И даже более того, познание этих атрибутов невозможно никем. Кроме Бога никто об этих атрибутах узнать не может. Никому эти атрибуты недоступны, кроме Бога. Эти атрибуты в преданиях, в откровении названы «mostathira», то есть «исключительные атрибуты». Что это означает? То есть эти атрибуты, которые являются исключительной особенностью Бога. Они присущи только Богу. И поэтому человек или какое-либо другое творение познать эти атрибуты не способен. И еще один важный момент, который необходимо помнить, заключается в том, что атрибуты Бога безграничны. И, конечно же, мы в дальнейшем, изучая атрибуты Бога, каждую из этих атрибутов в отдельности разобрать не сможем. У нас не хватит ни знаний, ни времени, ни сил на это. И поэтому мы разберем те атрибуты, которые являются важнейшими. Те атрибуты, которые упомянуты в священном Коране. И в особенности те атрибуты, относительно которых имеются определенные разногласия. Например, говоря о самостоятельных атрибутах, мы разберем только несколько атрибутов. 5, 6, 7 или 8. Но в дальнейшем мы, разбирая в отдельности эти атрибуты, будем обсуждать, к какому именно виду эти атрибуты относятся. И убедимся, что имеются определенные разногласия относительно этих атрибутов. Поэтому заранее забегать вперед не будем, и не будем определять число этих атрибутов. Итак, прежде чем приступить к атрибутам, к разбору этих атрибутов, каждого в отдельности, и начнем мы с самостных атрибутов, с утверждаемых самостных атрибутов, прежде этого давайте приведем одно логическое доказательство. Доказательство разума, утверждающее о наличии у Бога всех самостных атрибутов. То есть, всех атрибутов, которые являются качествами совершенства. Которые являются достоинствами для любого бытия. Дело в том, что мы, ранее доказывая бытие Бога, говорили о том, что речь идет, когда речь идет о Боге, речь идет о самодостаточном, ни в чем не нуждающемся. А это предполагает безграничность Бога. Если бы он был ограничен в своем бытии, в своем существовании, то он нуждался бы в том, чего он лишен. Нуждался бы в том, в чем он ограничен. Таким образом, Бог — это бытие безграничное. А раз он безграничен, его бытие безграничное, то он обладает всеми категориями, всеми уровнями, всеми степенями бытия. Всеми, другими словами, всеми категориями, всеми степенями, всеми видами совершенства. Потому что бытие является совершенством. И даже более того, этими категориями, если хотите, этими атрибутами совершенства, он владеет в безграничном мире. Потому что если бы, например, знание как атрибут совершенства, как атрибут бытия, был бы в чем-либо ограничен, то ограничено было бы бытие Бога, существование Бога. А это, как мы прекрасно знаем, не присуще необходимому бытию, коим Бог является. То есть это не присуще самодостаточному бытию. Это логическое доказательство. Имеется также и доказательство из Откровения. Этот аят мы ранее засчитывали. «Валилляхи ласмя ульхусна фад ухубиха». У Бога и только у Бога имеются все самые прекрасные имена. И мы знаем, что, как говорил имам Багир, алейхи салат вассалам, имена – это те же самые атрибуты, которыми описал себя Бог. То есть, согласно этому, в аяте сказано, у Бога имеются все самые совершенные, и только у Бога имеются все самые совершенные атрибуты. Таким образом, и разумом, и логикой, и Откровением доказывается наличие у Бога всех атрибутов, всех без исключения, всех атрибутов самости, знания, могущества жизни и так далее до бесконечности. Наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Ва саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.